Мир вам, братья и сестры. Слава Богу, что у нас есть возможность быть вместе в этот воскресный день, вспоминать вход нашего Спасителя в Иерусалим. Я бы хотел вместе с вами открыть место из Писания. Матфея 2 глава, 3 стих. Матфея 2 глава, 3 стих. Услышал это, Ира, царь, стревожился и весь Иерусалим с ним. Теперь откроем Матфея 21 глава, 10 стих. Матфея 21 глава, 10 стих. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. И говорили, кто сей. Я бы хотел сегодня поразмышлять, я назвал мою тему движение людей, движение народа. 30 лет назад, когда Иисус, 33 года назад, когда Иисус родился, Иерусалим тоже пришел в движение. Кажется, каждый раз Иисус появлялся в Иерусалиме, город двигался. Город не понимал, что происходит. Первый раз царь стревожился, и весь Иерусалим с ним. Мы знаем, что произошло из-за этого. Много людей потеряли свою жизнь, много детей потеряли свою жизнь. И потом Иисус опять посещал Иерусалим, когда ему было 12 лет. Остался он в грамме. Тоже было движение. Тоже было недопонимание, как он имеет такую власть, учить нас. И теперь опять Иисус, мы вспоминаем, Иисус ходит последний раз, торжественный раз в Иерусалим. И опять город входит в движение, город входит в недопонимание. Кто это такой? Кто это такой? Я бы хотел сегодня с вами поразмышлять на несколько людей, на несколько разных групп людей, которые по-разному смотрели на Иисуса и на этот ход. Каждый из них что-то ожидал, что-то хотел, что-то хотел своего от Иисуса в ход в Иерусалим. Две тысячи лет уже прошло, и мы сегодня тоже вспоминаем год Иисуса Христа в Иерусалим. Почему? Он торжественный ход был. Не торжественный в том, что было какое-то счастье в конце этого хода, счастье в конце этого недели. Была травма, была смерть. Была печаль для учеников, печаль для народа. Тысячелетие прошло, но мы вспоминаем сегодня, и мы радуемся. Почему? Потому что в ту неделю там тысячи, сто тысяч овец может были принести законы за жертву, за грехи людей. Но эта вся кровь, которая была пролита тогда, это был символ. Это просто была кровь, которая не служила никакому purpose, цене. Только одна кровь, когда Иисус ходил в Иерусалим, это та кровь, которая послужила омывачей наших грехов. Вот та кровь, когда проливали кровь животных, люди там пришли купить, пролить кровь, как-то омыться, как-то получить прощение, она ни к чему, ни к какой пользе была. Вот, вот чему мы сегодня вспоминаем хождение нашего Иисуса Христа, потому что эта кровь, которую Он пролил, омыла нас сегодня, двух тысяч лет спустя. И мы вспоминаем этот ход. В Иерусалиме, как брат Роман немножко нам дал вступление, в Иерусалиме в то время очень были натяжатые настроения у людей. Каждый человек там, много из них были гостями этого города. Они пришли с разных стран, с разных городов. Пришли в Иерусалим, почему? Чтобы принести свою жертву. По всей вероятности, там было один, может, два миллиона людей в то время. Со всеми животными, со всеми давлением, с жаром, которое там было. Это место было полное, знаете, такого, как давление, как бочка, которая полное давление. Люди были на стороне. Они уже были готовы. Они уже были готовы, чтобы что-то случилось. Какое-то сотрясение было у народа. И те, которые видели Иисуса, те, которые следовали за Иисусом, те, которые искали себе царя, были готовы, чтобы сделать это. И, как мы читали, Асана, благословен годующего имя Господня. Они уже готовы были прославить Иисуса как царя. Царя, которого они хотели, царя, которого они желали. Царя, который мог над Римом поставить опять Иерусалим, свою, эту столицу, великую опять сделать. Но они получили не того царя, которого они хотели. Они получили того царя, который был нужен им и который был нужен нам сегодня. Царь, который хотел бы народ, физический царь, царь этого мира, который бы мог восстановить Израиль опять, этот царь бы, человеческий царь, не продержался бы. И как получилось 70 лет спустя, когда Иерусалим был разрушен, народ этого не знал. Они только имели в одну вид, это освободиться от Рима, освободиться от натяги, которую Рим положил на них, иметь свое царство. Они вспоминали свободу свою, и этому они хотели. И люди, которые, идя за Иисусом, хотели использовать эту возможность, те, которые видели воскресенье лагеря, Лазаря, видели чудеса, которые Иисус створил, они знали, что они могли использовать этот момент, чтобы возбудить народ, чтобы Иисус взял эту власть над людьми и использовал ее. Сколько раз мы по истории знаем разных эмперов, великих солдатов, которые брали власть толпы и становились царями. Люди это знали в Израиле, они знали, что народ вспывчливый, народ горячий. И немного было взяло, чтобы превратить эту бочку людей в такую великую коронацию царя Иисуса. Народ это хотел, народ этого желал. Они были готовы срезать, ложить ветви, снимать свою одежду, показать царю, это наш царь, он ходит по нашим одеждам, мы себя опускаем. и эти люди тоже получили какое-то ограничение, что Иисус, входя в Иерусалим, не пришел на какой-то красивой лошади, а пришел на осле. Что-то не исходит у них, они готовы кричать «Асана», они готовы его воскричать как царем, но почему Иисус приходит на осле? Это недопонимание у людей, сколько какой великий человек себя сам опускает, когда люди его поднимают, когда люди готовы его прозрастить царем, готовы дать ему всю свою власть, владей над нами, а он говорит «Не, на осле я пойду, не на лошади». И потом проходит время, и эти те люди, которые ожидали этого царя, не получили, готовы были его теперь и кричать «РАСПНИ!» когда они видят Иисуса Христа как человека казненного, видели его уже как унизенного, у них тоже потерялась эта надежда на него, и уже им стало лучше просто его избавиться. Но они были готовы, в тот момент это был ихний царь, они кричали «Асана!» Они кричали и готовы были сделать его царем, готовы были отдать все, чтобы он стал царем, свою одежду, ветви, все, что там было, они готовы были отдать. И мы знаем, даже когда осел Иисус посылает взять ослицу, люди говорят «Да, он найден Господу». Люди уже готовы были отдать свои вещи, все для царя этого. Но когда Иисус не исполнил их желания, Иисус не исполнил их хотения свои, они так и быстро тоже его предали. Немножко вспоминаю я притчу Иисуса, когда он говорил «За семя, которое сеется, есть семя, которое падает и быстро срастает, быстро, очень резко, она готова, у него есть огонь, готова служить, готова, это наш царь, мы все за ним идем». Немножко сомнений, немножко давления, не то, что получилось, и они уже это семя развяло, нет в нем почвы, нет в нем корня, и они готовы уже, они отбросили своего царя, распни его. Есть те, которые там были, которые смотрели на Иисуса с недопониманием. Те, кто говорили «Кто это?» Мы в Иерусалиме в то время было 12 разных ворот, 12 разных ворот. В таком городе, у нас, не знаю, сколько, в нашем городе два езда есть, в Иерусалиме было 12 ворот. И в этом движении, в этой толпе миллион плюс людей, движение в городе, Иисус ходит один из этих двенадцать ворот, входит в Иерусалим, много людей, которые не видели, не слышали про Иисуса, у них идет вопрос, кто это? кто это? Мы не раз слышали этот вопрос, знаете, когда читали книги про людей, которые разносят Слово Божие по разным диким местам, по разным странам, где не слышали имя Иисуса. вопрос тоже задают кто это? Про кого вы мне рассказываете? Эти люди тоже интересовались услышать кто это? Недопонимание. Кто это человек такое берет за собой влияние, людей, эмоции, людей тянет за собой, кто это за человек? Мы его ни разу не слышали. можно сказать было, что когда они узнали бы, что он с Назарета, помните, другое место, да, из Писания написано, что-то есть хорошее из Назарета, да? Опять недопонимание даже у тех людей, что может хорошего быть, кто этот человек приводит движение в наш город? Я бы хотел сегодня к нам размышляем проверить, где я нахожусь, в какой группе я сегодня? Сегодня мы слышим Слово Божье, мы уже не раз собираемся, сколько лет мы встречаем вход Иисуса Христа в Иерусалим, и каждый год мы должны проверить себя, где я нахожусь на этой дороге? Где я? Я тот, который резко кричу воскресенье, Иисус мой царь, а угожу и не знаю его опять. Я тот человек, который может даже не знаю, пришел первый раз, говорю, кто это, о кем, про кого я сегодня слышу, кто этот царь, кто этот человек, идя из Назарета, из маленьких городов. Иисус провел три года своей служения в маленьких городах. Иисус не входил по всей вероятности, что мы знаем, Иисус не входил в Иерусалим пока до последнего. И в те моменты, когда Иисуса старались, Иисуса сделать царем, не раз он говорил, он уходил из этой толпы, не было его время, не мое время. Не распространяйте, что случилось. Но теперь, как конца своего жизни, он идет, как овца, идя на свое заклание, да, он, зная, что это последний его путь, спускаясь вниз в Иерусалим, спускаясь к Иерусалиму, это идет последний, заключающий путь его жизни. Иисус знал, ученики недопонимали, брат, прочитал недавно, и мы слышали, что ученики не понимали, мы тоже не понимаем иногда. Я просто размышляю для себя, стараюсь понять в то время, стараюсь почувствовать, как ученики бы чувствовали тогда, где мы находимся в этой группе, те, кто знает события, исторические события, как часто люди, которые пребывают в этих событиях, они даже не знают, что они части истории, они просто пришли, они там стоят, они до конца не знают, какое движение идет, кто-то что-то поднял, первый кто-то кинул камень, что-то непонятное, и они даже, они просто там присутствовали, они понимали важность этого дня, не понимали важность этого события, когда Иисус входит, только Иисус понимает, когда фарисеи говорят, учитель, запрети им, говорят, нет, даже камни запьют, потому что Иисус знал важность этого события, то, что читал из Агарии, Иисус пришел исполнить заповедь, исполнить пророчество, которое было данно. И не все понимали. Только потом. Может, мы тоже только потом понимаем важность момента, где мы находимся в служении, на собрании, в призыве. Мы понимаем важность только потом, когда ушли уже. Все это место из Писания, все эти события, они написаны для нас сегодня, чтобы могли как-то проверить себя, испытать свою ситуацию, свое понимание, где я нахожусь, где я в этой толпе. Понимаю, я важность сегодня. Используюсь я момент, который у меня есть сегодня, касаясь тех людей, которые тоже смотрели с другой стороны, фарисеи, которые переживали, которые искали возможность, искали чего-то, чтобы Иисуса предать. Те, кто знают историю с Римом и с Израилем, тогда был договор. И первосвященники, у них, они до сих пор владели Израилем насчет религиозной части. У них был свой храм, они могли брать свою десятину от народа, они могли иметь свои правила, свои события. Это был как-будто ихний город, но с тем пониманием, что не будет никакого движения, не будет никакого взрыва людей, не будет какого кровопролития. А несмотря на это, и они сейчас может, и фарисеи понимали, что когда идет движение у народа, народ превращается в толпу и потеряется вся, весь покой, весь мир легко может потеряться. Они старались утишить вход Иисуса Христа. Народ один кричит «Асана», другие говорят «Потише, Господи, потише», чтобы не было сильного движения. Народ на Рим уже так уже сдвинулся, люди так уже не понимают, что происходит. Они использовали это как тоже момент, чтобы Иисуса взять и чтобы этого Иисуса предать. Ибо я хочу прочитать некоторое место из Писания, подтвердить, что мы сегодня говорили. Луки 19, 37-38 стих. Луки 19, 37-38 стих. А когда они приблизились к спуску город Иллионский, горы Иллионской, все множество учеников начало в радостно велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. И некоторые фарисеи из среди народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им ответ, сказывай вам, что если они умокнут, то камни запьют. И когда прилизился к городу, смотрел на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы ты, хотя в сей твой день узнала, что служит миру твоему, то это закрыто ныне от глаз твоих. Смотря на это место, читая слова Иисуса, народ не знал, народ не понимал, что они хотели. Народ желал одного, толпа желала одного, фарисеи желали одного, каждый хотел своего, но никто не заметил входение царя в тот момент. Каждый переживал о своем важности, о своей ценности, каждый смотрел в свою сторону, не видя, пропустили своего царя настоящего царя, входящего в Иерусалим. Как часто это бывает, смотря маленький урок. Мы, смотря вокруг, смотря, переживая о своем, пропускаем важность момента, где мы находим важность силы Божьей, а момент проходит. И даже ученики, которые ходили с ним три года, пропустили этот момент, не поняли, пока Христос не воскрес. Матфея, 21-я глава, как мы начали, 21-я Матфея, 21-я глава, 10-й стих. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорит, кто сей? Меня эти люди самым больше интересуют, потому что есть у них вопрос, кто сей человек? Сегодня я бы хотел, чтобы каждый из нас спросил, кто есть Иисус для меня? Сегодня мы пришли в воскресенье встретить этот праздник, праздничный день, встретить вход Иисуса в Иерусалим. Но зададим себе вопрос сегодня, кто Иисус для меня? Кто Иисус? Мы знаем Его имя. Те люди, те народ, которые там были, которые были с разных стран, не знали Его имя, не слышали, может, Его о чудесах, не видели, что Он воскресил лазеря из мертвых, не видели, что Он кормил пять тысяч. Мы сегодня это знаем, мы сегодня это слышали, мы знаем Его имя, и когда вопрос задаем, кто это, ответ должен быть только один, Он мой Спаситель. И Он, спускаясь с этой горы в Иерусалим, Он идет пролить свою кровь за меня и за тебя. проверять себя. Если мы вопросов не задаем, если у нас ответ другой, нужно проверять себя. Вот почему мы сегодня собрались, чтобы вспомнить эту жертву, которую Иисус пролил. Идиасам, имея всю власть в своих руках, Он отказывается от нее, отказывается от этой власти, чтобы не царствовать на земле, как братья сказали, чтобы Он царствовал в наших сердцах. Власть человеческая, она проходит, власть меняется человеческая, пройдет 30 лет, 100 лет, и тебя уже забыли, но власть и царство в сердце уже проходит тысячелетие, и мы вспоминаем. И слава Богу, что у нас есть возможность сегодня слышать Слово Божие, что у нас есть возможность сделать это решение, поразмышлять, спросить этот вопрос, кто это, зная имя, это имя Иисуса, это Иисус туда спускался в этот город за меня и за тебя, дорогой друг. Аминь. 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 Аминь.